здравствуйте леди и джентльмены продолжается у нас партия за великобританию и так в этой серии давайте будем ставить еще больше наших торговых точек в азии и в африке в основном конечно в азии также не будем забывать про новый свет его развивать скоро у нас появится канада португальцы вижу на луизиану пошли ухо никого нет чаще быстро было бы неплохо против них тоже повоевать в италии вижу вырисовывается достаточно большая тоскана может она даже объединит итальянский полуостров на европу пока не особо будем обращать внимание нужно очень долго ждать по спадала агрессивка начинать эту серию мы будем с войны против малаке достаточно крупная сильная страна в этом регионе наверное самые крупные будем возвращать по сайские территории чтобы получить как можно меньше агрессивки здесь как вы помните в предыдущей серии в бенгалии мы очень много получили вот у нас выставлены против брунея пойдут наши амазон очки на крепостей них вообще нет столичные плюс здесь одна хорошо подводим войска мы прежде чем начнем хочу поблагодарить спонсоров каждый день становится их все больше это меня очень радует спасибо вам уничтожаем полностью малакейскую армию чем-то как-то слишком жестко вроде бы одинаковые технологии но все равно так теперь было бы хорошо еще брунеевскую разбить я хочу от них забрать они согласны разрыв союза и на перенаправление торговли денег не будем брать чтобы инфляция не капала все спасибо свободен было также большое крупное морское сражение мы потеряли 5 линкоров но зато уничтожили врагу там где-то 10 чем-то точно уже и не помню а было у них сражение 23 у нас 15 чего мы образовали личную унию с австрией как до личная у нее а я не хочу это не захват мира чем не ваша у них лучше бургундию или нидерланды выбросить из империи окей но теперь богемия будет императором это плохо наверное что потом придется разбивать а богемии венгрия в унии упала спичок происходит давайте может я еще с тосканой заключу давайте еще с поляками заключим те тоже очень любят впадать в унии малака тоже согласна подписывать мир но скорее всего их аюди после этого начнет зажирать я не против от молоки нам потом принципе нужно будет только забрать вот всяк здесь торговля и малаку собственно тут тоже торговый порт тут еще есть но сюда я вряд ли дотянусь скорее всего поюте заберет но больше выглядеть не будем заберем еще деньги от них вот такая вот картина у нас получается сай плюс 200 есть мы сможем его начать присоединять тут правда дождаться чтобы конга присоединилась начало потом у нас упадет депрепутация и еще нужно будет подождать давайте теперь будем заниматься выполнением той миссии на захваты западной бенгалии через угрозу не соглашается анхра но почти так что придется забирать силой по и также против джон пора виджей нагара их войска здесь больше наших но у нас есть плюс одна технология и удача конечно же куда без удачи амазонок отправляем на осаду ну и после этой войны наверное уже надо будет заниматься религией потому что появился печатный пресс печатный пресс как известно распространяется вот в этих вот всяких протестантских реформанских территориях центры они занимаются черт знает чем куда-то на османа на поляка в общем везде кроме нас франция англия их не интересует так что будем делать это вручную и потом долго и нудно все перекрещивать настолько один миссионер ну еще одного можно будет взять за защитника веры ну и дальше придется страдать пока все не перекрестишь так предлагает нам еще раз колониста к берем парламенте начинает восстанавливаться колонии австралии также немного решил помешать португальцам а вуизиане так вот втыкнул между их колониями еще здесь я думаю успею поставить пока они не сформируют тут свою автономию мыска тут вижу воевала против португалии даже забрала некоторые территории это была война между колонией и муиской сейчас вот уже португальцы напрямую вписались сюда и забирают можно завершать военный конфликт против анкры джин пур мы выбили сняли его гарантию на анкру и и убиваем забираем эту территорию и плюс мы их разрываем ему союз и джей нагаром все пусть развлекаются себе тут национализируем это все выполняется задание на захват бенгалии британская остроиндийская компания действует в этом регионе уже некоторое время их просьбе и под их руководством мы должны укрепить свою власть над плодородной дельтой бенгалии и получаем вот такие вот претензии дельта бенгалии сюда нет мне казалось что сюда ну ладно пусть будет так также давайте отправим нашего исследователя кругосветное плавание пусть заработает нам престижа а также конга становится частью нашего империи 6000 пехоты у них тут есть и немножко торговцев но неплохо второго цены давайте отправим на защиту а вот в молоку допустим либо нет давайте вот сюда на карман дел ну что же давайте будем менять наконец-то нашу религию я наверное больше склонюсь к реформаторством протестантизм от конечно лучше потому что тут есть на улучшение отношений быстрее агрессивка будет спадать со стран на которых она есть но я возьму реформаторство потому что рядом есть их провинции вот здесь империи рядом также центры по логике они должны переключиться потом на нашей провинции и помогать нам переходить в эту веру но протестантские тоже бы переключились да и протестантистов там лучше всякие бонусы ну то что не то чтобы лучше а больше выбор этом себе может взять все что угодно и на эффективность миссионеров и на торговлю и на колонистов и на военку и короче все что хочешь реформантов у них такое более целенаправленное влияние есть торговые военные и стабильные направления 63 процента показывается что у нас не может быть такого то наверное еще нужно подождать месяц месяц тут нужно тратить 5 очков пыла у нас пока что прирост небольшой из-за единства и их престижа плохого тут престиж мы потеряли но мы наберем скоро ну здесь есть знаете депрепутация так что норм время войны можно увеличить и боевой дух на десятку ну а так в основном наверное будем использовать на торговлю эффективности и торговое влияние по 10 процентов станем сразу защитником веры получим миссионера ну и давайте начнем работать с лондона и ближайших к нему провинций открывается огромное количество решений вера терпимость вера терпимость добавляется хорошо закон о собраниях эффективность миссионеров берем еще эффективность миссионеров стоимость внедрения института стоимость нас теперь не пугает закон на богохульство еще эффективность миссионеров закон о католицизме плюс 0 5 вот это вот распространение веры минус 5 процентов распространения институтов а пусть будет будет это не страшно выполняется также сразу миссия на контроль за религией эпоха захлестнула религиозная анархия мы должны взять ситуацию под контроль и определиться на чей мы стороне вопросах веры веротерпимость и эффективность крещения еще и этиков выполняется сразу задание на британскую империю она простирается запада на восток немногие страны могут бросить нам вызов тем не менее есть еще много земель которые мы не контролируем но это пока берем по 75 очков там добавили а наши колониальной автономии они кем станут они католики остались да но их можно принуждать к смене религии нужно только отношения улучшать но это надо будет делать постепенно когда будет престиж чтобы их успокаивать когда будем оплачивать их займы я тут еще как назло им подправлял деньги по 300 монет некоторым теперь их займов нету будет значит работа для наших дипломатов да вот пропустил месяц 42 процента у нас есть серьезное единство начало капать бедствия на беспорядке чтобы их убрать нужно иметь 75 либо принять гуманистические идеи ни того ни того у нас пока нету мы еще не скоро сможем взять новую группу идей разве что исследовательские отменять по логике они сейчас нам не особо той нужны двух колонистов хватит но плюс 3 от парламента можно брать исследовать сеть уже нечего все исследовано а что не исследовано то откроется прирост поселенцев там десяточка и политики не будет до 20 как это 30 не хочу я это бедствие затормозит ладно пока что ничего не будем делать смотрим как она будет все развиваться отправлял три корабля на кругосветные путешествия один остался один знаю тот дойдет не дойдет должен вроде бы дойти достал но еще не выполнилась сама кругосветка она начиналась если не ошибаюсь где-то здесь в индонезии по идее он отремонтируется и пойдет дальше в то же время на наших родных берегах понемногу поднимаем религиозное единство 47 процента но идет на данный момент перекрещиваем кровки вот быстренько по 6 по 8 месяцев она все делается в перевес сюда также нашу армию иногда выпадают ивенты на повстанцев на целом жить пока можно центры тоже начали нас перекрещивать правда не те что нужно протестантство зачем 2 реформанских тоже работают уже хорошо завершаем вторую войну против бенгалии опять же она была достаточно легкой одна битва произошла на море перед и корабля вот такая вот война при этом потеряли 18000 бывает забираем у них вот эти вот три провинции провел им союз сделали да и возьмем репарации чтобы чуть-чуть подольше было перемирием чтоб побольше агрессивки тут поспадала тут не спадет уже надо его добирать полностью задание за нас выполнили 13 колоний 15 городов они сейчас есть благодаря чему мы получаем единую администрацию желание свободы субъектах минус 10 процентов до конца игры тоже у нас дальше по индусским миссиям это идет внутренняя индия те претензии которые мы получили их нужно их реализовать вдоль антхры вот здесь такую полосу нужно захватывать по второй миссии нужно захватывать берег антхры затем пойдет у нас еще претензии на северную индию это понимаю ну да вот на южную индию почему-то не дают хотя здесь нужно в первую очередь брать видите какое здесь количество в карман деле торговых точек разных устьев рек рынков и базаров вот это вот надо забирать чтобы здесь контролировать иду скаю торговлю потому что отсюда все вывозится мы вывозим тут копейки 11 процент всего-навсего то что в бенгалии здесь мы берем захватываем это все не имеет абсолютно никакого значения потому что у нас дальше но можно сказать не полностью но чуть-чуть теряется это уже плохо также по религии надо все-таки будет отменить исследовательские идеи только мы возьмем еще одного исследователя тот который делал кровосветное путешествие он отремонтировался австралии поплыл кораблик на север и где-то вот здесь этих молукских островах исследователь умер не дожил магеллана до убили на филиппинах этот тут умер чуть для кровосветных путешествий какое-то еблое место здесь ничего возьмем 2 построим лучшие корабли каравеллы они чуть быстрее чем те что у нас старые были войска отсюда возить далеко не будем дальше нужно будет повоевать против малак и и против наверное виджей нагара будем на него идти тут есть претензии на некоторые провинции есть даже французские но придется брать не по претензиям придется заплатить диплом очки но ничего страшного заплатим что же начинают формироваться религиозные религии священной римской империи пока что мы будем следить за ситуацией я вам так скажу с одной стороны хотелось бы чтобы победили протестанты потому что но мы к ним относимся с другой стороны если они победят есть века вероятность того что нас выберут императором а я не хочу быть императором я хочу империю развалить чтобы развалить нельзя быть император на 1 это пока не важно важно то что в австрии восстали претенденты но если они берут власти то австрия отваливается мы тема австрию удержать мы еще ее в реформацию обратим все будет пока что по религии как у нас дела достаточно неплохо европе я думаю где-то половине приближаемся убрал исследовательские идеи взял гуманистические новая политика выставлена на эффективность торговли перенаправление торговли сколько у нас теперь идет 120 что-то маловато было 250 вроде бы вот здесь уже доходов чего-то упало при этом не было этих бонусов производства товаров возможно из-за этого ну что когда товары производится ими торгуют если у вас много товаров тогда и торговля увеличивается возможно из-за этого она чуть-чуть подупала но это все вернется второй исследователь наш тоже погиб причем самое смешное он погиб здесь магеллановом проливе кстати в игре его даже нету здесь должны проходы быть морские что-то не как-то странно правило его вот с этих островков он поплыл вот сюда в крисицкий залив тут нет снабжения нормального покоцался пошел вдоль африки тут тоже через океан как-то вот сюда зашел потом назад пошел в тихий здесь развернулся пошел назад ремонтироваться и короче и погиб пацан успех ушел называется но мы тем временем будем начинать войну против виджи союзники у него есть но они такие не особо большие даже не буду смотреть вот этот только рядом есть возле нас можно будет на него отправить армия если нас пропустят воюем пока что за свою претензию беже пор где-то в тумане он находится чего откроем тут у нас есть морпехи вот увидите насколько не быстро высаживается 6 февраля мы начали высадку 22 они уже пришли время как обычная пехота только на половине пути финансовая реформа сэра томаса грешема английский купец родившийся в лондоне и окончивший университет после университета он стал купцом у своего дяди где проявил талант к бизнесу вскоре он стал одним из самых богатых людей в англии 1551 году был назначен королевским агентом при короле эдуарде шестом его поручили управление королевскими долгами за границей и через какое-то время с помощью махинаций на отверпетской бирже долг был ликвидирован томас был посвящен в рыцаре королевой и заветой 1559 году а службы ее финансовым агентом грешем замечал что низкий курс фунта очень усложняет его работа мы можем привести его реформу с меньшим инфляцию вечер не от сонность прогресс реформ и получим казначея доход от налогов здесь эти но это нам не надо так война против джиннагара идет не очень хорошо два сражения мы проиграли потому что войска были разделены часть тут стояла часть там и джиннл 50000 пришел разбил нас мы потеряли кстати догмейских амазонок еще два корабля потеряли кстати насчет торговли почему она так упала возможно из-за того что тут нидерланды голландию присоединили но я бы не сказал тут примерно так и было 82 взял тут уже большую на юническую армию раз будем воевать по-серьезному вот и завершается крупный бой но с большими огромными потерями с нашей стороны 12 тех а у них военные у нас 13 и военных идей у них нету кубик что ты творишь и джиннгар соглашается подписывать с нами мир забираем вот здесь такую дорожку вот мы берем все у нас его два торговых центра да можно брать чисто провинции где есть эти торговые центры но тогда тут будет проблема с перевозкой войск восстаниями с этими это будет неудобно так что пока такая вот небольшая территория под наш контроль подходит плюс берем еще перенаправление торговли узнаете мне понравилось как он тут выйдет 74 процента но столько не будет где-то 30 я думаю точно будет и получаем 68 игры включается теперь бенгалия анхра и виджей нагар против нас еще малака сейчас мы с ней повоюем еще он не будет нас ненавидеть почему виджей нагар так воевал что где-то растерял всю армию 6000 у него осталось я ему где-то 1020 разбил одну небольшую армейку полностью уничтожил остальные где подевались 30 чем-то тысяч я не знаю это не я будем подписывать мирный договор с бурнеем который был союзником малаки рвем союзы репарации немножко денег хорошо теперь сама малака можно конечно набрать вот так вот нахерачить получить 200 агры и ненависть всего мира ну ладно не всего ну почти всего так мы делать конечно же не будем и даже вот этот забирать не будем и даже вот это не будем забирать заберем сяк и заберем возьмем джихор наверное да бенгалия джинпур анхра и джей нагар грудная нет списке пусть будет так и еще 60 процентов как раз помещается на перенаправление тоже давайте заберем ну и сами я думаю национализируем а также давайте будем начинать присоединять наконец-то пасай 85 году это закончится 20 лет туда тут крупные провинции в этом же году заканчивается перемирие с бенгалией вот она воюет но у нас нету претензий я молодец конечно насчет лик это такая картина складывается за протестантов нету ни одной крупной страны потом польша но польшу османы и россия тихоньку пилят то время как за католиков богемия россия осман португалия кастиль и нидерланды вообще никуда не вписывается видимо я тоже никуда не буду вписываться и да у меня это мало как волнует если я правильно понимаю условия то перфюсты должны за нас голосовать а стоп либо являются нашими вассалами а совать они не смогут на вассалами смогут стать то не все такие маленькие богемия саксония только большие а все остальные микробы всякие это нужно чтобы был империализм казус бейли ладно до этого еще далеко больше ста лет все наши униаты были заставлены понять реформанство австрии там почти все провинции уже перекрещены франция тоже перекрещивается центр реформанские работают сначала на францию но я тоже немножко помогаю где могу 70 год у нас на календаре уже три года примерно наш дипломат работает над тем чтобы присоединить францию как доложила разведка будущем нас ждут некоторые события из-за которых мы сможем потерять всех униатов поэтому нам нужно до начала эпохи абсолютизма присоединить хотя бы францию и арагон ну австрии уже вряд ли там получится это сделать чтобы ускорить этот процесс потому что сейчас он достаточно долгий до 1994 года например сейчас показывается что будет это присоединение идти франции а потом еще на 10 лет кидается минус депрепутация то есть арагон в то время будет очень медленно присоединяться хотя будет там будет положительное по идее вот очень помогает торговля слоновой костью плюс двоечка единичка вот здесь мы забираем и еще единичку добавляет нам советник также мы берем административные технологии 14 уровня которые нам добавляют еще одну группу идей это будет идея влиянием и тут нужно прокачаться до 3 идеи которая даст минус 25 процентов вместе с актом обунии это будет у нас 40 процентов также нас идет война против бенгалии тут осталось три провинции которые нам нужно будет добрать чтобы бенгалию полностью убрать с карты но делать мы будем это чуть чуть попозже нету административных очков чтобы даже это все закорить нужно 148 еще 52 дипломатических нас за это действие заберут то есть воевать на так получается вообще нельзя разве только по наличию созданных фабрикаций ну какие-то такие вот вот конец неприятные данного гости ничего прорвемся да не я вижу полностью присоединила швецию них я так знаете если бы я даже вступил в лигу за протестантизм скорее всего дания и вот бургундия которые недавно присоединились они бы вышли с этой лиги нет интересно почему нидерланды никуда не вступают есть еще одна такая потенциальная проблема что смотреть если побеждают католики то у нас будет нехватка кандидатов для того чтобы стать крюфюстами то есть крюфюстами смогут быть только католики а католиков здесь ну почти что не осталось даже бургундия это протестант тоскана есть швейцария тут тоже под вопросом там зальцбург лотарингия еще какие-то всякие мелкие но их тоже перекрестят если не будет курфюстов соответственно я не смогу выполнить вот эту вот миссию на их контроль то есть придется их как-то создавать что ли воевать против богемии выделять там всякие моравии лужицы и прочие страны либо все-таки вступать за протестантов и как-то тащить эту войну мы будем думать и над этим уже в следующих сериях на этом буду с вами прощаться благодарю вас за внимание всем пока до новых встреч